Семья Хаджиновых собирает по крупицам и хранит культуру своей народности – румеев. Хотя язык знает только 78-летняя Олимпиада Кузьминишна. Автор этих строк – муж Олимпиады Хаджиновой – Эдуард. А последней родиной крымских греков, которых переселили в XVIII веке, стал юг Донецкой области. Женщина вспоминает, когда ее сестра читала эти строки на праздниках в родном поселке Сартана, люди плакали. Не только там слезы, прямо слышно было, как люди плачут. Понимаете, ведь хрики все оставили там, в Крыму, в Крыму все. А когда переселялись, третья часть людей – старики, дети – остались на пути, погибли в пути. Муж Олимпиады Хаджиновой собрал 300 уникальных песен на румейском языке в селах Приазовья. Он ушел из жизни, так и не успев защитить уже написанную диссертацию о румейском фольклоре. Какие планы были, Господи? Тогда вообще никто об этом не думал. А он писал о возрождении языка, о создании школ, потом создать оперу о переселении греков. Кто мог думать о том, что можно создать оперу о переселении греков? Мать и дочь с горечью говорят о плачевном состоянии языков греков Приазовья. И объясняют, почему румейский перестал быть языком общения в их семье. Хотя у папы оба родителя греки, они были из разных сел. Бабушка из Ялты, дедушка из Чермалыка. У них разные диалекты. И они друг друга, они, может быть, и понимали, но не напрягались. И говорили дома по-русски. И все их дети, мои там тети, дяди и папа, они по-русски говорили. Греками Приазовья принято называть два этноса – румеев и урумов. Их языки относятся к разным языковым группам. Упрощенно можно сказать, что румейский больше похож на новогреческий – язык современной материковой Греции. Румейский язык, конечно же, потерпел массу изменений. Это и большое количество тюркских элементов именно в самой лексике, и в том числе и фонетические изменения, которые тоже в нем произошли. И вот сейчас современные, допустим, греки, слушая греков-румеев, не всегда понимают, ну, как выхватывают какие-то слова. Урумский же язык наиболее близок к языку крымских татар. В советское время отношение к национальным меньшинам менялось. На смену политики коренизации, которая поощряла в том числе и греков Приазовья творить на своих языках, пришли 30-е годы. Румейская и урумская интеллигенция были репрессированы. Преподаватель Приазовского государственного университета Валерий Киор пишет стихи на урумском языке. В советское время писал для себя, как говорят, в стол. Недавно вышел сборник его переводов Кабзаря Тараса Шевченко. В нем переведены 8 стихотворений. Потом, когда пришла перестройка, уже все это стало восприниматься совершенно по-другому. И мы стали, и получилось так, это исторически сложилось, что я стал первым, кто писал на урумском языке за 200 лет существования греков здесь, в Приазовье. Сохранением языков и традиций греков Приазовья занимаются ученые и сами представители этой народности. Но, по мнению Валерия Киора и Афины Хаджинова, сейчас больше внимания уделяется новогреческому языку. Ассимиляция россияне, украинцы, и это правильно. Но в основном урумы живут. А школа объявлена базовой по изучению новогреческого языка. Конец 80-х, начало 90-х, когда открылись границы, я была в группе первых учителей, которые поехали в Грецию изучать язык. Вернулись, преподавали. Ну, да, это хорошо. Но вот за всем этим мы забыли за свой румейский язык и теряем его. По мнению Олимпиады Хаджиновой, не только сами представители этих этносов, но и государство должно помогать сохранить самобытную культуру, литературу и язык этих народностей. Например, чтобы в Мариупольском университете начали изучать именно румейский, нужна программа и желающие. Но предварительно желание это сделать есть. То, что любой язык – это отдельная картина мира, это особый способ мировосприятия, членение мира на какие-то фрагменты, которые получают свое название. Исследовательница говорит, румейский и румский – составляющая культурного разнообразия, которое нужно сохранять и поддерживать, вопреки унификационным тенденциям, которые приносит глобализация. Я считаю себя гречанкой. Я дочь греков. И мои предки все греки. Я так считаю. А диалект мой – один из диалектов греческого языка. Ну вот так я привыкла считать. И так считаю. В селе разговаривали по-гречески все. Эй, ты камс, что ты делаешь? Вот так они кричали через дорогу. Бабы между собой только по-гречески разговаривали. Тогда русский никто не применял язык абсолютно. Ну вот сосед грек. Но мы с ним разговариваем только по-русски. Друг друга не понимаем. Но дело все в том, что у нас нет своего алфавита. Нет у нас грамматики своей, так сказать. Нет. Ну вот к чему-то единому бы пришли. И мы бы… У нас была бы своя письменность. Можно было как-то начинать двигать это дело с места, чтобы уже культивировать язык побольше, чтобы говорили на нем. Хотя бы говорили уже. Даже не писали. Говорили. В.ПУСКИЙ ПКИИ Панед Санфополос, вице-мэр города Агиварвара, депутат префектуры АТИКИ, кандидат в депутаты парламента Греции. Нынешняя война на Украине возмутительна тем, что ведет беспрецедентные акты насилия над мирным населением. Необходимы бесполетные зоны, гуманитарные коридоры для того, чтобы вывести людей оттуда вместе с детьми. Это возмутительно, весь мир возмущен. Каждый грек возмущен и все требуют на сегодняшний день слова, чтобы греческое правительство сказало свое слово. Субтитры создавал DimaTorzok